Как спланировать семейный бюджет, как не влезть в долги и какие существуют меры господдержки? Семинар по финансовой грамотности для местных предпринимательниц провели в Петропавловске. Эта программа у нас действует уже второй год. Город Петропавловск по счету это пятый город, который мы решили провести программу обучения. В этой части можно сказать, что мы представляем три направления. Первое это то, что нужно сделать для развития своего бизнеса и поддержки своего бизнеса. Второе направление это у нас по финансовой грамотности. А третье направление конечно создание общества для обмена опыта и знаниями. На сегодняшний день основной вопрос это долговая нагрузка, кредитная нагрузка. Я бы порекомендовал и посоветовал нашим сегодняшним участникам жить именно по возможности. Если у вас какой доход, рассчитывая от этого дохода, брать и кредит. Одна из слушателей тренинга Гульнара Кшукова. Она предпринимательница. 17 лет своей жизни посвятила сфере общественного питания. В период пандемии ее бизнес начал приносить убытки, из-за чего Гульнара разорилась. Немного посидев дома, она собрала волю в кулак и теперь вновь врывается в мир бизнеса. Главное это постоянно учиться, говорит 46-летняя северказахстанка. Набрала курсов по пекарству, изучаю желания людей. Сейчас ищу новые рецепты, отрабатываю дома, утром пеку. Вот сегодня я пробежала 5 километров в 6 часов утра, потом в 7 часов встала и спекла 2 пирога на вынос, оформила, прибежала сюда на занятия, вечером опять в печь. Помимо этого у меня двое детей, один студент и один школьник, 4 класс закончил. Мне их надо учить, я мама-одиночка, и нужно учить, и нужно показывать примером своим. В китайском языке иероглиф «кризис» состоит из двух слов – опасность и возможность. Там, где один проиграл, другой видит новые перспективы. Цель тренинга – помочь бизнесвумен увидеть эти возможности и развивать потенциал. У нас тренинги рассчитаны на разные целевые группы. Сегодня это женщины-предприниматели, а также у нас есть и студенты, и социально уязвимые слои населения, и пенсионеры, и простые граждане. То есть такие общие тренинги проводим тоже. Лейтмотивом сейчас является повышение собственной финансовой грамотности в плане бюджетирования, грамотного обращения с финансовыми продуктами, то есть с кредитами, с депозитами, с рынком ценных бумаг, со страхованием. У нас есть большой портал «Финграмота.КЗ», это вот проект агентства. На этом портале есть, на самом деле, множество полезных материалов по всем продуктам, в том числе для детей. И каждая целевая группа найдет для себя что-нибудь актуальное. Далее тренеры по финансовой грамотности будут обучать жителей страны в Восточном Казахстане. Диана Салихова, Азамат Бымукан, МТРК. Диана Салихова, Азамат Бымукан, МТРК.